С экономической, а также социальной точки зрения, очень важным моментом для нас является следующий. Это повышение глобальной конкурентоспособности Уфы, положения Уфы в мире, что напрямую связано с урбанистическими градостроительными качествами Уфы и ее привлекательностью. И это очень важно понимать и помнить, потому что городское качество среды – это не просто эстетическая привлекательность города, это очень серьезный аргумент, который позволяет привлечь тот человеческий капитал, который нужен для развития города. И здесь хотелось бы привести цитату, которая подчеркивает важность градостроительства для инвестиций. Наша часть презентации состоит из двух частей. Во-первых, это анализ состояния Уфы сегодня, и вторая часть – это предложение по развитию на будущее. Первая часть включает наше понимание Уфы в локальном контексте и местоположение Уфы в глобальном и региональном российском контексте. К части, посвященной предложениям, мы расскажем о тех двух инновационных кластерах, которые мы видим в качестве фокуса развития города в ближайшем будущем. И с точки зрения этих двух инновационных кластеров мы поговорим о том, что это значит с точки зрения градостроительства. В социальном, экономическом и физическом аспектах. Наш первичный анализ экономики Уфы показал следующее. Приделся к следующим уровням. Во-первых, можно говорить о малой универсификации экономики, которая сконцентрирована в первую очередь на первичных секторах. Что, вне всякого сомнения, является достаточно полезным источником денег в бюджете, но при этом очень важно также развивать сектора, основанные на знаниях. Также завязанность городского бюджета на нефтяные деньги очень влияет на уязвимость по отношению к изменениям мировых цен. Никто не говорит о том, что нужно переставать добывать нефть. Скорее вопрос стоит так. Как мы можем увязать индустрию добычи и переработки нефти со знаниями секторами экономики? И даже несмотря на то, что уровень зарплат в Уфе превышает средний по России, эти заработные платы, как правило, оказываются ниже, чем зарплаты в знаниях в секторах. Поэтому при развитии знаний в их секторах экономики мы получим и повышение заработных плат. Именно поэтому стоит необходимость диверсификации секторов и таким образом снизить экономическую уязвимость города и региона. Здесь вы видите визуализацию наиболее важных секторов экономики сегодня. Это нефтедобыча, нефтепереработка, текстиль, розничные продажи, авиация, пищевой сектор, транспортная индустрия и машиностроение. Также эти вещи соотносятся с неэффективным и экстенсивным использованием общественных пространств. Это может привести к экологической деградации, загрязнению и серьезным пробкам. Также при развитии необходимо будет повышение качества жилья, потому что по мере роста занятости в знаниях в секторах экономики, люди, которые работают в них, будут формировать спрос на более качественное жилье. Также культурное наследие подчас, по нашей диагностике, не получает достаточного признания. В то время как мы предлагаем вам, подобно Париже, Лондону, использовать культурное и архитектурное наследие в качестве части и фактора градостроительного развития города. И те, кто трудятся в знаниях в их индустриях, это бизнесмены, юристы, хирурги, это те люди, которые ищут центра города, подобного Парижу или Лондону. Поэтому они, да, ищут современной архитектуры, которая должна быть. И точно так же они ищут соположение современной архитектуры с традиционной, которая насыщенной и наделена новыми функциями. Здесь вы видите визуализацию некоторых проблемных моментов. Это расползание города, пробки, загрязнение, не очень высокое качество жилья. Те территории, которые не используются и не поддерживаются в надлежащем состоянии. Но при этом у вас есть один очень серьезный актив. Это молодое население, которое продолжает расти. И это те люди, для которых мы с вами стараемся, люди, которые мы хотим, чтобы оставались и работали в этом городе. И для того, чтобы сохранить их в этом городе, нужно предоставить им высочайшее качество среды. При этом, разумеется, у вас есть очень мощная культура и есть районы города, где качество среды отвечает самым высоким стандартам. И вы не поверите, это как раз те вещи, которые крайне важны для инвесторов, ведущих отраслей промышленности и экономики сегодня. Также мы проанализировали программу социально-экономического развития до 2015 года. На нас очень серьезно приятное впечатление произвел этот документ своей тщательностью проработки и ценностной нагрузкой. И в следующей части презентации мы хотели бы добавить, может быть, какое-то свое видение экономической части этой программы. И сейчас, возможно, на следующих слайдах вы обнаружите некоторые факты о буфе, которые неизвестны даже вам. На этом слайде вы видите карту, которая сгенерирована программным образом, на которой показаны основные каналы инвестиций за последние 10 лет. И мы видим, что суперкластерами инвестиций являются Северная Америка, Тихоокеанская Азия и Европа. И вот эти вот синие точки — это не города, это объемы инвестиций, которые привлекают те или иные пункты земного шара. И, разумеется, чем больше диаметр круга, тем больше объем инвестиций. А вот эти вот толстые черные линии — это наиболее мощные инвестиционные потоки между городами. Очень интересно то, что Уфа расположена на точке перекрестного огня между Европой и Тихоокеанской Азией. И поэтому мы не хотим, чтобы эти инвестиции пролетали у нас над головой. Мы хотим, чтобы они были привлечены к нашим городам и приземлялись здесь. И на основании той же самой базы данных, если взять топ-50 мировых городов по привлекательности в инвестиционном смысле, в топе мы видим Шанхай, Лондон, Сингапур, Дубай — наиболее мощные аттракторы инвестиций. Мы видим, что Москва занимает девятую строчку. Учитывая, что в этой базе данных более 13 тысяч городов, номер 9 для Москвы — это неплохой уровень. И более того, в топе мы видим даже и Санкт-Петербург. Если взять ту же самую базу данных и посмотреть иностранные инвестиции в российские города. Мы понимаем, что Москва и Санкт-Петербург являются наиболее привлекательными для инвестиций местами, но УФА занимает 15-ю строчку. Таким образом, можно говорить, что УФА является не топовым аттрактором, а субтоповым. Что мы можем сделать, чтобы поднять УФУ на несколько строчек вверх? И вы не поверите, это вопрос градостроительного развития. А если взять внутренние инвестиции между городами Российской Федерации, мы по-прежнему видим в лидерах Москву и Санкт-Петербург, но УФА становится пятым. И это говорит нам о том, что УФА является достаточно сильным игроком на внутреннем региональном рынке по сравнению с международным. И если это тот путь, по которому вы хотите развиваться, очень важно продолжить аналитику в этом ключе. Если взять разбивку инвестиционной привлекательности по секторам УФА, то мы увидим, что в топе первое и второе место занимают финансовые сервисы и деловые сервисы. И затем уже наших старых друзей – это нефтеперерабатывающая промышленность, это промышленное машиностроение, это строительство, это моторостроение и химическая промышленность. Вот это можно определить как сердце уфимской экономики. На этом слайде вы видите города, которые имеют ту же самую индустриальную структуру и примерно тот же объем инвестиций, как у УФА. Как в боксе, если люди попадают в одну весовую категорию, они могут конкурировать. Видите, что самым сильным конкурентом является Краснодар. Следующий российский город конкурент – это Ростов-на-Дону. Но на самом деле ваш второй реальный конкурент – это город на Украине. И это очень полезный для вас слайд, потому что на следующих этапах работы можно анализировать эти города и понять, на чем они обходят УФУ. Более того, возможно, выяснится, что это совершенно не та компания, с которой вы хотите себя ассоциировать. И это будет значить, что вам нужно диверсифицировать вашу экономику в другом направлении, и тогда вашими конкурентами будут более, возможно, привлекательные города. На этом слайде вы видите информацию, которая касается уже не локальной, а мировой экономики. Мы видим сектора инвестиций, которые растут за последнее время. По оси Y мы видим процентный рост различных секторов в период последних 10 лет. ОСХ – это объем привлеченных инвестиций. И зеленым цветом здесь показаны те сектора, которые наиболее близко соотносятся с сильными секторами УФУ. Это именно те вещи, за которые, на мой взгляд, необходимо держаться. И в ходе нашей коллегиальной работы мы выявили два наиболее важных кластера. Слева мы видим кластер зеленых технологий, и справа – медицинский кластер. Если обратиться к левой стороне слайда, в первой колонке мы видим сильные секторы УФУ. И в правой колонке мы видим соотнесенность с наиболее быстро растущими мировыми секторами. Поэтому, несмотря на то, что УФА сильна в нефтеперерабатывающей промышленности, третья позиция, необходимо диверсифицироваться в другие формы энергии, потому что эти формы энергии создают огромное количество рабочих мест. Поэтому пункты слева – нефтеперерабатывающая промышленность и газовая промышленность, а также машиностроение – могут быть трансформированы в такие вещи, как возобновляемая энергия, экологические проекты, авиация, общественный транспорт. Справа видим ту же самую логику, но уже для химической промышленности. Химия может быть трансформирована в фармацию, и все это можно связать со здравоохранением, биотехнологиями и медицинской техникой. Здесь вы видите визуализацию того, что можно понимать под зелеными технологиями. По сути, это технологии, которые помогают поддерживать в чистоте и очищать городскую застройку. Это солнечная энергия, биотехнологическая энергия, медтехнологии – это фармации, биотехнологии, научные исследования, различные томографии, кардиологии и так далее. Но при этом необходимо помнить, что все эти сектора требуют очень серьезных градостроительных решений. Используя те же самые данные, я хотел бы показать вам рост занятости в различных секторах в мировом масштабе. Красным цветом показана кривая рост занятости в сфере нефти и газа. По-прежнему эта отрасль растет, но рост относительно небольшой – 4%. Но если перейти от оранжевой линии нефти и газ на красную, этой зеленой технологии, мы получим очень серьезный рост занятости населения. То же самое касается здравоохранения и наука здоровья. И, наконец, это пищевая промышленность, о которой мы еще не говорили, но это, как мы понимаем, очень важный сектор для Уфы. Здесь вы видите ваших будущих конкурентов. На синей рамочке показаны ведущие города в медицинском секторе. И здесь вы увидите сортировку на три списка. Это мировой топ, Гапур, Шанхай, Пекин, Лондон. И, может быть, речь пойдет о России. Это конкуренты Москва, Питер, Новосибирск. В той же логике сделаны и нижние части. Это очень четкая цифровая информация. И, возможно, может быть, даже студенты могут вплотную заняться разработкой этой темы. Как это все связано с градостроительным развитием? Если взять медицину и зеленые технологии, они очень плотно связаны друг с другом. Это значит, что они требуют географической локации вблизи друг от друга. И они требуют целого спектра градостроительных, социальных и экономических программ для того, чтобы привлечь специалистов мирового уровня в наш город. Желтым цветом в кружочках показаны те аспекты, которые важны для привлечения специалистов должного уровня. И во всех исследовательских проектах, которые я делаю, неизменно градостроительная, городская привлекательность оказывается ведущим фактором для привлечения высококвалифицированной рабочей силы. Разумеется, после размера этой сферы. Разумеется, каждый из этих желтых кружочков можно раскручивать и раскручивать. Но вот всего лишь один пример. Вот это вот исследование, которое проводил Андрей Владимирович Головин, которое посвящено той типологии жилья, которая будет привлекательна для людей, занятых в этой сфере. Это высокий уровень условий для жилья. Может быть, мягкая клавиатура для тех, кто любит поспать на рабочем месте. Возможность работать из дома. Также необходимо принимать во внимание старение населения и, конечно, интеграция домов в городскую среду и, может быть, даже в природу. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok